Друзья, всем привет! Токарное искусство в деле. Вторая часть по изготовлению инжекционной газовой горелки. И также сегодня мы обязаны выйти на огненные испытания. Продолжение следует... Обожаю резать резьбу. Смотрим. Выточил носик горелки. Давайте соединим с диффузором. Посмотрим, что получается. Вот так вот все плавно здесь переходит. Внутри также нет никаких уступов. Ничего не должно препятствовать потоку воздуха. И как вы видите, у нас все в двух экземплярах. Потому что за кадром произошла драма. Не стал это показывать, снимать. Потому что очень расстроился. Удачно выточил первый носик горелки. И при соединении с диффузором резьба была слишком плотная. Ее закусило. К сожалению, с нержавейкой такое бывает. Все испортил. Пришлось растачивать. То есть носик горелки на выброс. Диффузор пытался восстановить. Здесь ключом я брался сильно. Испортил поверхность. Стачивал. Но в общем это уже не то пальто. Поэтому было принято решение все переделать. И как вы видите, удачно. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже знают об этом неприятном событии. Там я выкладываю очень много закулисья. То, что обычно в видео не попадает. Так что, ребята, я вас всех приглашаю. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на мой телеграм. Вас ждет очень много интересных кадров. Приобрел шаровый кран, чтобы перекрывать газ. Постарался подобрать в цвет, чтобы все было по феншую. И сейчас нужно нарезать внутреннюю дюймовую резьбу. 14 ниток на дюйм. Для этого на станке нужно поменять одну из шестерн. Вместо шестерни 28 зубьев нужно поставить 40. Запечатлим этот момент. Кстати, обратите внимание, у меня до сих пор стоит нейлоновая шестерня. Уже больше чем полгода точно. И ничего с ней не случилось. И шестерня для нарезания дюймовой резьбы у меня тоже напечатана из нейлона. Для дюймовой резьбы нужны пластины с углом 55 градусов. У меня их нету. Буду резать 60-ти градусными. Потом, если что, уплотню фум-лентой. А снаружи нарезаю снова метрическую резьбу для регулировки положения форсунки. С parece. Взрыв de друга Взрыв Взрыв Теперь обязательно смазываю, чтобы не закусило и прогоняю в качестве жиклера буду использовать сопла 3d принтера мне кажется весьма подойдет у меня есть разных диаметров 06 08 1 миллиметр короче внедряем Наконец-таки все детали инжекционные горелки готовы наточился я вдоволь все из нержавеющей стали практически еще больше дзен свой поднял в обработке нержавейки только сопла у нас латунная она готова и две контргайки я выточил из латуни и также для тестирования горелки изготовил такое импровизированное крепление тоже из нержавеющей стали озвучили авт лоп 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нужно отрегулировать положение газового сопла Таким образом, чтобы его носик был в одной плоскости с началом конфузора Ну вот примерно так Потом еще буду подстраивать И как раз таки, чтобы эта настройка не сбивалась Предусмотрены контргайки с двух сторон Наконец-таки могу продемонстрировать плоды токарного искусства Очень много времени ушло на эту горелочку Надеюсь, будет работать хорошо Не буду вас томить Мне осталось лишь подключить шаровый кран Для того, чтобы открывать и закрывать газ было удобно И будем тестировать Вот он наш импровизированный стенд для испытаний Подключил газ Можно начинать И испытание начнем с 0,2 мегапаскал Потом будем добавлять Это воздушная заслонка С помощью нее будем регулировать количество воздуха И при пуске ее нужно закрыть Открыть газ Поджечь А потом, когда горелка прогреется Уже постепенно открывать, добавлять воздух Чуть-чуть добавлю воздуха Пусть чуть-чуть прогреется Потом попробуем добавить Газ открыл на всю Вроде работает Красиво Попробую добавить воздуха Начинает отрывать пламя Может газа недостаточно Попробую добавить давление газа До 0,3 мегапаска До 0,3 мегапаска Так, ребят Попробовал сместить сопло вовнутрь Миллиметра на 4 мегапаска Может лучше будет работать Какой-то двигатель Пусть Пусть Кирпич Кирпичей создать И туда дуть Поставить еще вот так два кирпича И так Не хочешь? Хочу Давай Пусть Кирпичей Водопад Смотрите Шар Как-то работает. Не знаю правильно или нет. Имитирую работу внутри горна. Заслонка закрыта. Поехали. Добавляю воздух. Поехали. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Ребята, вы видите, горелка работает. Не знаю, насколько корректно, но мне кажется, есть что здесь улучшать. Пламя нестабильное. Удалось стабилизировать пламя. Не знаю, насколько корректно она сейчас работает. Если у вас есть советы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Я все впитываю. Еще явно можно поиграться с настройками и улучшить работу горелки. О, как раскалилось. Будущий горн. Горелка после работы. Носик даже не нагрелся. Никаких цветов побежалости нет. Напишите в комментариях, должен ли носик горелки нагреваться или у меня все правильно. Изначально я планировал делать плавильню горн из самого доступного для меня материала. Шамотный кирпич вы видели, я приобрел. Как всегда бывает в процессе постройки проекта, когда узнаешь что-то новое, находишь более лучшие варианты. Так что будем строить плавильню из шамотно-волокнистых плит. У них гораздо меньше теплопроводность, поэтому лучше теплоизоляция. Естественно, плавильня будет нагреваться гораздо быстрее, меньше газа. Для этого потребуется налицо экономия, но сами плиты стоят существенных денег. Ребята, прошу вас поддержать проект финансово. В свою очередь обещаю все довести до ума. Отдельная серия будет по настройке горелки и все также по плавильню. Буду вам подробнейшим образом показывать, рассказывать и также хочу ее сделать как можно более эстетичную. Но естественно не в ущерб работе, чтобы работала, плавила как следует, так сказать. У меня на сегодня все. Вам спасибо за внимание, ребята. Всем пока, скоро увидимся. Первый огонек на канале.